доброе доброе утречко всем я вышла с собакой погулять вынести мусор а также зайти в магазин купить что такое туман у нас там впереди купить молока нутеллы и бананов чтобы сделать кирюшке с утра блинчики шантючка пошли нас уже так все подсушило я надеюсь я сейчас к мусорке дойду без проблем да потому что все сухенько и можно даже в парк зайти с собакой погулять сложно конечно его сейчас парком назвать но все же очень даже хорошо на улице я так спать хочу сегодня кот опять самого утра меня разбудил и сцарапал все со своими мячиками в общем я не знаю что делать зря я его приучила к этим мячиком шантючка ты где я не выспалась причем он сейчас уже отдыхает а мне тоже нужно вставать и делать какие-то дела вот то чтобы все доски и будем делать я еще не знаю мы не решили все нутелла куплено молочко куплено хлебушек куплен и даже себе купила пару стиков кофе теперь можно идти домой готовить завтра уже как сегодня солнечно и прекрасно шантючка пошли пошли моя хорошая идем я уже пью кофе посмотрю машу и готовлю блинчики вот уже начинается пополняться тарелка снег мучается потому что я у него позабираем все шарики отстанет меня и хочу сейчас блинчик перевернуть а там же у меня уже стирка стирается все а я представляете купила нутеллу а у меня оказывается еще целая банка есть поэтому поэтому вот так вот ладно у меня тут видите один последний блин вообще получился какой-то интересный и неправильный надеюсь у меня получится даже его перевернуть а еще мы вчера вечером с кирой заселили все-таки нашу бабочку это у нас инструкция по ее применению и она у нас сейчас находится вот здесь вот террариуме вон она в коконе внутри поставили ее туда потому что там и влажность хорошая и тепло и ей там будет комфортно поэтому будем ждать недели две сказали ждать до ее вылупления пробуем перевернуть мой деформированный блин все отлично получается и будем ждать пока проснулся кирушника и будем с ней завтракать завтрак готов и там уже кирюха проснулась идем ты сейчас на нее посмотрим привет а мячик у него во рту снег привет с ума с ума сойти снег ну все кровать уже застелила можно отдыхать до снег и бегать все да этот плед все залюбовали что давай сюда давай иди а чего покажи где так дочь я там блины приготовила большие с нутеллой представляешь пошла сегодня покупать нутеллу а у нас оказывается еще целая банка короче у нас теперь две банки нутеллы круто снег ну нет все хватит я забираю какую которую ты вчера купила себе кира вчера вечером читала книжку я прочитал достаточно достаточно которая прочитала за 15 минут отлично ты такая не расчесанная такая прикольно так там уже чайник подогрелся встаешь а ты помнишь вообще что ты прочитала ты сможешь потом рассказать а тут не забудешь тут кира 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 идем мать к блины остынут они так уже почти остыли я их уже очень давно приготовила пошли я ждала 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 пока ты проснешься вот наконец-то ты проснулась ты идешь а это так всегда бывает потому что отвлекается чайочек подогрелся заливаем и завтракаем чай пьем без сахара потому что у нас горячая нутелла чашка кири чашка маме выключили ну кирюха идешь или нет развалился тут кира пошла получать узнавать получите стипендии руку даю тебе помогать есть на день тапочки я в твоих тапочках хожу боже в них так тепло я не знаю вообще я обожаю эти тапочки и они мне уже почти по размеру я их расходила и уже отлично так что там девочка кира со как жить киря объяснил пес потому что его тайна это было что он разговаривает как человек обалдеть вот и она пошла получать стипендию сидит и видит толстую женщину и моменты как говорит шепотом смотри мама это миссис пиги ей наверно два стула не хватит а тут она сзади подкрадывается эта женщина и говорит ни одного хватит меня зовут а вот вот она думает миссис пиндер ага и она вот стоит мое имя мое имя миссис стивенс что девочка на то кира ответила и она начала хотела оправдываться но потом подумала что так пусть будет так и она проходит кандидатом садится и там еще есть одно свободное место так сказать просто я пытаюсь переводить с украинского на русский и там было свободное место и туда пришла это миссис пиги она кира она начала паниковать немножко потому что она не понимает что происходит потом не ей говорят что она должна была приготовить тверд рассказ 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 почему она хочет поехать в калифорнию но она посмотрела на миссис пиги и видит что она покраснела потому что походу она не отправила письмо которое должна была отправить и кира говорит что она не получала никакого письма что вообще никаких ведомостей не было прям его а письмо какое должно быть я что-то не понял письмо которое ей придет по поводу того чтобы она сделала рассказ она не пришло и миссис пиги которая не отправила письмо забывший она говорит я отправляла письмо эта девочка врет так что давайте мы рассказ рассказ чтобы она написала точно должен быть только уже на другую тему и на тему какую-то там тема покажите заслуговывается юная леди на стипендию вот и кира очень сильно разозлилась потом она повернулась и думала что родители ее поддержат потому что она никогда не врет но родители только типа вот так сделали и все а миссис пиги снова сказала что надо какой-то тяжелый тяжелую тему дать а чтобы чтобы это было для нее уроком уроком да короче решила отомстить и другие студенты студенты не судьи а судьи вот они говорили что это для более взрослых которые уже учатся она говорит ну это будет и уроком и дальше читать в общем я сейчас расскажу поподробнее по поводу этой книжки ну как поподробнее эта книжка она не только учит не только рассказ а эта книжка еще учит про бизнес то есть детям про бизнес и здесь рассказывается как ты должен регулировать свои финансы какие у тебя есть будут дальнейшие достижения как достигать своих целей определенных в общем очень интересная книга поэтому я думаю что кирюшкина очень сильно понравится эту книгу написал написал бода шефер он финансовый консультант номер один в европе и также этот писатель написал бестеллер шлях до финансовых незалежностей и уникальные книжки пес на имя мани или азбука денег да пес на имя мани это первая часть вот этой книжки а вот это вот кира и тайна бублика это вторая часть но кира решила взять эту книгу потому что она с именем кира ладно все читай мы завтракаем ребята всем по стандарту приятного приятного аппетита и хорошего настроения и едок понимаете полутро готовила она взяла съела один блин и все два не съела ты два киришка здрасте 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 они еще и как покраситься они супер-супер будут отстань снег ты тоже отстань вот это вот что ты ноешь где там мой штекер ой боже 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 как тебя отсюда достать так надо а видите ли какая у меня еще прикольная штука есть смотрите штекер на несколько разъемов и можно туда вставлять сразу несколько проводов и заряжать с одного вон я тебя не слышу все в общем кира читает потому что на самом деле ей нужно прочитать какую-то книгу за каникулы чтобы школе потом рассказать вот будешь рассказывать но я конечно не уверена что ты ее прочитаешь но половину прочитаешь ну gravity false это не такая как книга как вот это если ты эту прочитаешь это будет круто не мешаем кире читать снег ждет пока я ему до мячика я не дам кира пожалуйста застели свою кровать кирюш да застели кровать а я пойду помою посуду видите поела и чай попила красавица а у меня тут видите с утра просто миллион посуды поэтому сейчас этим делом займусь все перемою посушу голову которую я уже помыла ну не знаю что будем делать что-то придумаем кирюшка собирается уже идти на улицу гулять а также я ее попросила чтобы она купила для кота корма только сухого кирюша окей мокрого не покупай а я хочу сейчас открыть какую-то свою прикольную шоколадку чтобы скушать так твикс не хочу мы с кирюшкой скушаем твикс вот я съем конфетку только мне опять нужно ее разрезать чтобы потом приклеить обратно эту конфеточку я сделаю так ух ты какая прикольная вот так и скотчик да да одевай только шапку одей о боже я ее подорвала все красота шапку обязательно кир на улице зима минусовая температура хорошо хватит мне повторять одно и то же уже как она не любит шапки это кошмар какой-то это не ребенок а мам я одеваю курточку одевай я ничего не имею против я не знаю где шарф вот это там ну наверно там наверно там кир шарфик не одеваешь одеваем держи кстати сегодня позвонила узнала по поводу шкафа нашего и в общем как всегда говорят одно делают другое говорили до рождества сделают и не сделаю до рождества только после рождества ай поэтому я думала что боже мой шкаф у нас будет тогда же когда твой и стул так все перчаточки не берешь с собой может перчатки еще возьмешь там снег есть нет ну чтоб руки не мерзли ну как хочешь давай на тебе они как раз круто будет под шарфик держи я потом его загоню все малышка давай снег идешь домой а ладно все все таки снег вернулся а ты как конфета такая кисло у меня аж ой у меня аж все посводило мурашки по телу скулы свело зубы свело язык скрутило та же она кислячая ужас так а что мне делать я даже не знаю чем мне заняться если Кирюхи нету она ушла гулять пошла за кормом я постирала пеленки буду наверное читать Кирину книжку у меня даже еда вся есть мне даже готовить ничего не надо вот так бывает я нашла себе занятие залезла в этот плед вот он такой прикольный просто тюклющий и все буду лежать и читать наверное Кирюшкину книгу тоже я люблю читать книгу чтобы потом давать ее читать Кире и вообще мне тоже интересно что же здесь такое интересное о чем суть о чем книга и потом когда прочитаю я вам расскажу или Кирюшка вам расскажет в общем кот там играется мячиком как всегда Шантюшка пришла ко мне погреться Кира пошла гулять а я буду ребята успокаиваться и читать посмотрите как уже темно я пила кофе потому что реально заснула в общем сегодня день вообще прошел вот так вот почти постоянно лежа в кровати единственное что я съездила в лавину потому что мне нужно было купить один подарок должны были ко мне сегодня прийти в гости но но в общем не получается там заболели и возможно придут завтра не знаю и я ездила за подарочком я его уже даже запаковала у меня к сожалению представляете не было бумаги упаковочной пришлось упаковать вот так вот в картон оказался у меня картон такой красивый ну вернее не у меня а у Кирюшки двухцветный и я вот так вот запаковала и получилось даже очень круто вот поэтому может быть завтра послезавтра жду гостей посидим тоже отпразднуем Новый год ну как просто пообщаемся будет интересно узнаем как дела давно не виделись ну такое не буду рассказывать подробно потому что опять же таки не знаю будут или не будут и не важно ребят на самом деле не важно сейчас Кирюха позвонила хочет чтобы сюда пришли подружки сейчас я эту чашку поставлю вот чтобы пришли подружки к ней сюда я честно говоря вообще какая-то настолько сильно сегодня уставшая эти праздники они настолько вывели плюс что-то вот эмоционально тяжело поэтому наверное раз сегодня никто не приходит позвоню-ка я ей скажу пусть приходят на полчасика потусят здесь да идут все по домам вот поэтому на сегодня ребятки всем пока ну в принципе я же говорю вот такой вот никакой день у нас сегодня не туда и не сюда просто отдыхаем ничего не делаем и даже нечего было снимать поэтому показала себя показала Киру показала подарок и всем чао до завтра да так вот и Продолжение следует...